всем привет ребята особенно большой привет тем кто находится у нас на пасмурном севере сегодня мы раскрасим ваш быт яркими красочками напоминаю многие из камней которые я буду показывать уже проданы и это примеры то есть вы можете посмотреть и написать него цап что я хочу вот такой только больше другой и я возьму вас небольшую педоплату и не спеша подберу вам лично какой-то вот такой камешек хороший номер один очень крутой сапфир обожаю такие камни смотрите здесь во первых звезда да и и хорошо видно она довольно яркая но тут не в этом даже изюминка не звезде здесь присутствуют очень яркие зоны роста это вот эти вот полосочки которые камень разделяют да они редко бывают вот такими ярко выраженными и конечно же они придают камню характер и очень такую большую индивидуальность вот такие ярко выраженные сапфирах редко бывают зоны роста и я всегда стараюсь такой камень прикупить задержать наверное у меня любовь вот этим полосочкам от черных звездных сапфиров скорее всего оттуда номер два очень очень крутой вариант серые ли сумеречные шпинели и форма окатыша позволила его огранить таким необычным хорошим красивым способом мой ограничка 5 молодец вот настолько красивая сумеречный шпинель в этом году наверно попадается но где-то третий раз то есть довольно редкий цвет я думаю что и для мужского для женского украшения камень подойдет идеально просто он насколько я знаю пока еще у нас не продан поэтому пишите ватсап номер три не менее крутая шпинель похожего цвета то есть тоже сумеречные или грозовая или серая хотите можно называть снимаем под электрической лампочкой чтобы показать качество огранки и частоту камня на улице он будет конечно потемнее наверное вот как номер два примерно такой же тональности он будет камень у нас купила девушка из сша но через какое-то время она пила очень-очень дорогую про и был больше 100 тысяч долларов турмалин про и бадам и попросила этот камень пока отложить вот она думала год и решила что все-таки хочет его продать поэтому продаем я знаю что желающих на него будет очень много поэтому кто давно хотел что-то эксклюзивное и редкое вот пишите незамедлительно тоже в ватсап камень на данный момент не продан и он уже у нас в москве находится сертификаты все к нему прилагаются все в наличии номер четыре большая редкость про которую даже не все слышали вот у нас есть колумбийские изумруды есть у нас изумруды из замбии они потемнее есть русские они очень дорого стоят и на очень небольшой срок на рынке появились изумруды из эфиопии месторождение было очень маленьким его выработали буквально за два года там были камни очень крутого цвета вот собственно один из них вы сейчас наблюдаете очень яркий изумруд ну то есть это прям топовый цвет он ничем не хуже колумбийских это редкость до чтобы не из колумбия цвет как колумбии российские тоже иногда такие бывают там есть включение она там должно быть то есть изумруды и рубины например да со включениями почти всегда у нас идут чистый изумруд найти крайне сложно он стоит дорого и на мой взгляд он не настолько интересен как его братья со включениями номер пять великолепный образец шпинели махенги она уже стала классикой очень востребованной напоминаю единственное месторождение в мире где добывают шпинель такого цвета она всегда идет со включениями обязательно которые ей предать придают как раз качество которое мы называем неоново неон или неоновость сюда не знаю как правильно наверное не он все таки ямологии нету такого термина вообще это термин придуманный обычными людьми для обозначения эффекта когда камень ярко горит и отражает света казалось бы больше чем на него вообще попадает то есть такая шпинель горит в полумраке под электрическим освещением и вот всякое такое тому подобное номер 6 специально подобрал для не любителей моего любимого ухода в черный шпинель такого нежно-голубого цвета там есть иголочки их видно на видео которые похожи возможно на трещины но это не трещина это включение из рутила который золотистого цвета состоит у нас рутил из титана то есть такой металл да вот собственно необычный такой голубоватый накрас поэтому я думаю что многим девушкам должно зайти посмотрите внимательно обычно шпинель у нас темнее то есть такой образец у нас редкий с таким цветом номер 7 хороший образец лунного камня я считаю что он подойдет и для мужского персня и для женского украшения я обычно прошу их снимать сотрудников своих прошу снимать их в полумраке где-то да но просили многие в комментариях покажите как он выглядит на улице но на улице я считаю что не менее красиво выглядит чтобы такой образец подобрать обычно мы перебираем ну не меньше килограмма то есть лунный камень да он стоит очень дешево когда он обычный просто матовый когда он вот такой яркий это уже скажем так редкий или коллекционный образец с ними очень охотно работают высокие дома моды ювелирные и стоят они как правило дорого и очень дорого недавно смотрел коллекцию какого-то европейского ювелирного дома там их продают по 1000 долларов за карат вот у нас подешевле номер восемь вот мы собрали прям набор такое целое для желающих кстати спрашивали и мужа подбирали наборы посмотрите тут на видео как что вот где парные два камня да кажется что один какой-то яркий а другой вроде как нет на самом деле нет они совершенно идентичные это зависит от угла обзора снимать так что все три сразу были под одним углом камере можно конечно но это очень сложно сделать в полевых условиях на улице а мы снимать стараемся всегда на улице чтобы цвета все показывать справедливо у нас есть еще парочка вот таких уже собранных подобранных наборов стоят они совсем недорого поэтому один из них продан вот осталось два в том числе тот который вы сейчас видите пока еще тоже не продан номер 9 тут у нас огранились и подобрались три таких шпинели небольшого размера два карата и по одному карату и я попросил ограничка ограничить их идентично на парочку можно сделать такой замечательный набор серьги с разными цветами часто очень модные мне в принципе всегда это нравилось видите лет пять-шесть назад я уже делал такие серьги и они потихонечку вошли в моду в мировую вообще но я конечно не патендую что это я прям вел моду но видимо приложу я тоже руку хорошего качества все три камня сейчас покажу у нас два таких есть набора вот собственно кто любит наборы сразу покупать смотрите ничего не надо подбирать уже все готово номер десять идентичный набор тоже шпинель немножко другой формы у нас камень который в кольцо и немножко другая цветовая палитра здесь больше темного и присутствует во всех трех камнях мой любимый уход в черное но это на любителя конечно же да я не навязываю свои вкусы но мне всегда именно шпинель нравилось за то что какой цвет не бери всегда есть уход в черный обязательно выглядит по моему мнению довольно благородно я считаю что если поставить в серебро ли в золото с чернением будет прям огонь очень красиво номер одиннадцать тут у нас совсем редкий сапфир действительно ну я вижу впервые такое поэтому расскажу поподробнее тут у нас есть звезда это понятно все такое мы уже видели но здесь у нас присутствует эффект смены цвета или он же александритовый эффект он тоже нередко встречается в корундах сапфирах да но дело в том что обычно это что-то такое бледно серо-синий меняется на бледно какой-то чуть-чуть светло-фиолетовый а тут оба цвета очень ярких вот я такое вижу впервые штука коллекционная ну или прям кто любит носить что-то очень сильно индивидуальное получается что на улице он будет синий и чуть-чуть еле заметный фиолетовый оттеночек у него есть а в помещении под электрическим светом или у свечей или у камина или вдруг кто-то с такими пальцами сидит у костра если то камень становится ведь прям такой пурпурный до ярко-фиолетовый даже немножко с розовым и там чуть-чуть я видел красноватые оттеночки это действительно большая редкость номер 12 очень редкая штука для кольца он конечно крупноватый только из подвеску делать но вообще хотел показать вам сам видел буквально раз 5-6 это турмалин который ярко красного алого цвета они встречаются очень редко тем более такие крупные их скупают китайцы китайцы верят то что вот такого цвета камень и как можно крупнее приносит деньги богатство власть здоровье и вообще он все что может принести в принципе он все приносит они когда-то были совсем недорогими но после того как рубины вирме закончились остались только в африке вот все красные спинель и в том числе вот подобные турмалины очень быстро подражали и собственно остаются очень большой редкостью номер 13 это как раз совсем не редкая штука у нас на руках сейчас 5-6 таких камней это гранат из танзании вы напомните когда ездил у дедули мы в яме довольно быстро минут на на за 20-30 мы накопали половину горски подобных гранатов цвет уникальный такой водится только в танзании его можно назвать полихромным то есть он переливается с фиолетовых оттенков розовые оттенки иногда даже бывают красноватые очень хороший камень я считаю что для мужчин и женщин он для украшения подходит собственно прям этот наличие есть еще несколько похожих поэтому пишите ватсап скину вам что еще есть номер 14 очень редкий камень он очень маленький всего один карат я сначала думал что может быть от сафир потом я подумал что окей есть это не сафир может быть это гранат помните да африканские гранаты из танзании яркие нет это акцициркон есть такой камень не все об этом знают я не люблю работать с такими маленькими камнями до всего один карат предпочитают 3 плюс но вот тем не менее хотел просто показать на такую редкость никогда не видел такого цвета циркон и говорят что специалисты которые владеют добычами на шиланке его нашли говорят что они тоже не видели но то есть там товарищам можно доверять они всю жизнь из поколения в поколение занимаются добычей поэтому может быть может быть их мире всего несколько штучек номер 15 один из тех самых огненных гранатов из танзании кстати добыча у нас как-то подосточилась там сама по себе жила была совсем небольшая месяца три-четыре назад она стала давать все меньше и меньше вот таких хороших ярких камней 10 карат довольно крупный камень и очень хорошего цвета включение в нем много в эти гранатах вообще всегда много включения они как раз придают той самой него новости про которую мы часто вспоминаем термин которого нет гемологии до напоминаю номер 16 снова у нас танзания куда-то не денешься до 5 уникальные гранаты целый набор небольшие совсем вот который покрупнее в кольцо три с половиной карата собрали такой наборчик идентичный по цвету крайне сложно даже пару часов на собирать ушел у нас очень много на это времени поэтому присмотритесь под заказ бывает что собираем несколько месяцев подобные наборы тут прям идеально все цвета совпадают опять же если кажется что по цвету они отличаются это потому что угол с угол съемки да у камеры один и тот же камни лежат под разным углом ну и конечно же оттенки чуть-чуть должны всегда отличаться по другому вообще не бывает никогда номер 17 люблю такие камни в темных тонах это у нас турмалин цвет можно назвать бурым коричневым рыжим но вообще принято его назвать медовый обратите внимание что в сертификате никогда не поставят конечно же никто медовый цвет это конечно же такой сленг но тем не менее такого цвета камни существует я думаю что в кольце с чернением и в окружении черных бриллиантов вот этот камень будет смотреться просто замечательно или если его ставить мужской перстень с матовым чернением которая ближе к стальному цвету тоже будет прям огонь люблю такие делать кольца украшения поэтому пишите вот сам кого-нибудь обязательно порадую номер 18 снова турмалин как и предыдущий он из шри-ланки тут я не берусь определить цвет я понимаю что он полихромные цвета не яркие с уходом в черный все как я люблю здесь видите да что и мятный зеленоватый и такой ближе к темному зеленоватый и желтый есть оттеночки очень приятный камешек обычно они потемнее да и такие более не такие яркие здесь он вроде и в черный уходит но при этом он такой яркий живой и я называю это качество близкучий не знаю как правильно по-русски скорее всего такого слова вообще нет играет конечно очень приятно то есть прям такой залипательный приятно его интересно рассматривать и снова турмалин и снова шри-ланка но здесь совсем уникальная штука я впервые такое вижу и даже не знал что в принципе бывает но смотрите то есть это приближенный вариант моей любимой сумичные шпинели но стоит на порядок дешевле 9 карат форма огранки все не размеры форма огранки все прям как я люблю и собственно этот цвет можно и мужской перстень ставить смелой женское украшение опять же я бы конечно сделать черным но это дело вкуса я свой вкус никому не навязываю мне кажется будет очень благородно очень красиво выглядеть прямо изысканно и опять же если вы хотите носить что-то уникальное это прям то что нужно номер 20 практически в такой же тональности как предыдущий турмалин уникальный здесь уже не настолько уникальная но очень красивая и блескучая яркая но при этом серая шпинель моя любимая три карата очень крутой камень и размер принципе подходящий тоже для любого унисекса украшения в наличии таких нет вот за последние наверное 5-6 месяцев такой цвет и при этом видите он яркий да вот такой камень попался впервые поэтому обратите внимание он у нас не продан то есть он прям в наличии лежит у меня в мастерской готовы с ним выполнить какое-нибудь очень красивое украшение номер 21 тоже редкая штука сварит напоминаю это зеленый гранат из африки месторождение находится у нас чуть-чуть она всего одно по сути да но она разделяется границами на две части чуть чуть часть месторождения у нас танзании часть месторождения в кении название камню дано по названию национального парка где он нашли впервые опять же наши друзья масса и само парк называется вот собственно камень поэтому творит напоминаю что добыча не ведется уже больше года я был на месте смотрите видео все что больше двух карат считается очень крупным а тут у нас 12 карат на моих глазах за последние несколько лет цены на савариты выросли примерно с 1000 долларов за карат до 6000 долларов за карат рыночные цены поэтому как инвестиции камень конечно годится прям идеально подходит шансов что вдруг он по какой-то причине упадет в цене нету потому что месторождение мире одно и есть такие шансы что оно источено совсем инженеры обещают что вот мы еще покопаем и там поглубже будет он снова но это не точно даже если будет все равно рост цены будет продолжаться номер 22 тут у нас оксид алюминия уже сапфир вот смотрите когда в сапфирах есть металлические примеси такие как железо а титан хром и многие другие он становится цветным когда это идеально чистый оксид алюминия он становится бесцветным да или я называю белым но гемологически это неправильный термин надо говорить бесцветные меня маги молок ругает когда говорю белый здесь я наблюдаю чуть-чуть розоватый оттеночек есть но он принципе никак не портит данный набор такой набор мы собрали впервые вообще бесцветные сапфиры это большая редкость а тут прям сразу три штучки в цвет ну вернее в бесцвет скажем так номер 23 снова у нас уникальный камень опять все мое любимое сегодня сумичная грозовая шпинель он у нас когда-то уже фигурировал выпусках его сразу же вы купили но потом человек ушел на 15-каратный черный бриллиант который я люблю не меньше этот попросил продать потому что для мужчины сразу два темных камня он посчитал наверное лишнее я считаю я полностью не согласен до считаю наоборот чем больше тем лучше но тем не менее вот этот крутецкий камень в продаже пишите он всего один вообще и в этом году мы вот такого цвета находили буквально несколько штучек то есть цвет редкий номер 24 мы продолжаем активную скупку черных звездочных сапфиров моих любимых у населения тайского но так становится все меньше и меньше если вы помните год назад я выкладывал по 10 штук видео дамы делали распродавали сейчас буквально единицы остались за последние месяца три-четыре мы купили ну может быть 10 штучек их несут много местные жители нам но в основном они мутные кривые все в трещинах в каких-то включениях некрасивых без рисунка я конечно все это не покупаю вот таких красавчиков посмотрите да к сожалению все меньше и меньше очень крутой камень я бы залипал у него просто круглые сутки он плюс еще и размера хорошего 26 карат прям все как я люблю опять номер 25 очень очень крутая лавандовая шпинель 10 карат во-первых цвет да посмотрите яркость размер все уникально обычно на поменьше каратика 3-4 а тут еще включение рутиловые они создают эффект такой изморозе но вот как будто бы он и не покрылся это как раз тот самый уникальный случай когда включение камень не портят и не делает его ниже по цене наоборот делает его очень крутым уникальным и совсем необычным в наличии одна штука под заказ точно не найдем на моей памяти такой камень где-то выпадает у нас ну раз в год примерно там есть коричневое включение я думаю что это рутил скорее всего то есть он же титан до металл то же самое он не портит камень он придает ему только характер индивидуальности очень крутой камень поэтому советую опять же поспешить если вы напишите через три дня и скажете хочу уже не будет сто процентов ну и очень вкусный припас напоследок номер 26 супер мега офигенский сафир из мадагаскара полихромные те самые которые не добывают неоново-зеленый и там смотрите такие синие у нас включение в виде какой-то полосочки до очень крутой камень я сам был носил но к сожалению у меня уж колец больше чем пальцев и в наверно в два раза уже больше чем пальцев поэтому пишите к сожалению готов его продать напоминаю полихромные сафиры на аскаре уже лет пять-шесть как не добывают когда-то такая штука стоила ну тысячи три долларов и никто не знал что с ними делать и что это вообще такое сафиры вроде синие а это что-то зелено-желтая или вот в данном случае сине-зеленая все очень сильно изменилось теперь это дорогие штуки за которыми все гоняются коллекцион коллекционеры и реестры и все остальные на сегодня закончим красивых камней очень много могу показывать бесконечно но надо знать меру всем всего хорошего не болейте берегите семью